всем огромный привет и как обещала сегодня я покажу вам как мама разделывает лосось вот такая огромная у нас тушка которую я купила в ленте здесь три килограмма чуть-чуть побольше стоимостью 2 441 то есть вот 700 получается 800 рублей за килограмм и как я уже говорила мы всегда покупаем тушку никогда не покупаем стейки потому что стейки не они свеже нарезаны как мне как-то сказал продавец поэтому поэтому берем тушку и она же мне как-то сказала эта женщина что лучше возьмите целую нарежьте сами и заморозьте так будет свежее и вкуснее она разделанная уже икра вытащена а мы кстати в прошлом году как-то однажды я купила тушку лосось и тоже большую но килограмма на 2 с хвостиком она у меня была и то она была не потрошенная и там оказалось игра внутри почти 300 грамм даже больше 300 грамм я вам ставлю фотографию покажу потому что я даже ее сфотографировала и мы эту икру засолили как раз перед новым годом эта история была так что сколько лет мы покупаем раз мы его первый раз жизни вот у мамы вообще первый раз жизни такое было что купили рыбу с икрой тем более я купила лосось и не форей даже лосось был с икрой но теперь не потрошенных лососей не вижу вообще очень свежая на так ну что теперь будем разбирать ее значит часть мы делаем оставим на уху часть сегодня на ужин а часть будем солить так вот так то есть голову и хвост у нас на уху и хребет и хребет да а она чищена почистить а зачем начать нужно солить будет а смысл этот одну да это вот и кисуля пришла я не знаю я не курсу я схватил убежал вот я ее почистила вот теперь сейчас нарежем на ужин 4 кусочка выходит или еще один давай еще один в так а и так как и и и а и вот и к оставшиеся хвостики я буду разделывать на филе и засаливать заряжаю похребчение и теперь вот эта часть у нас уйдет да вместе с головой пойдет не . сварим себе сейчас мы заморозим а теперь я буду засаливать значит теперь будем засаливать но тут вот так вот если косточки так вытащить большие что получится что вытащится что не вытащится да потом если что нужно уже после засолки да с кожей вот так вот теперь будем делать соль приправу делаем смесь смесь делается из песка и соли соль идет негированная простая обыкновенная как на засовку огурцов и всего значит берется две ложки сахара и в данный момент две ложки соли вот такой вот побольше такая вот смесь потом дальнейшем когда будет все солица это все будет корректироваться то есть мама открывает пробует зависимости видно какая была рыба злая добавляем сахару добрые наши добавляем соли вот пробуется значит вот я смешаю все это беру такой полоконный пакет вот кладу туда вот так на дно смесь эту потом посыпать можно не сыпать потом кладу туда рыбину если всю рыбу использовать не так как мы а например все решили мы ее посолить то у меня я вот эту весь пласт делаю на то есть пополам да то есть пластинку делаю пополам и 2 то есть получается 4 кусочек так теперь сверху посыпаю так вот потом кладу второй кусочек кожи вниз и высыпаю остальное то есть если получается рыба была 3 килограмма это наверно килограмм полтора полтора голова вот вот давай ну киво 200 до 100 киво 300 киво 300 у нас филе получается вот дальше вот такой смесь я кладу в мисочку вот сюда и на три дня холодильник на следующий день она даст сок тогда открывается и пробуется вот я говорю если получилось сладкое решили посольнее значит просто соль там выделиться соль посыпать там выделиться сок и она как бы в этом соке то есть не плотно просто на 3 дня потом через три дня я вытаскиваю с этого и мы замораживаем то есть мы берем каждую пластину в отдельный пакетик и в морозилку и так у нас хранится долго ну как долго мы быстро съедаем есть да вот мы у нас один год было как-то очень много рыбы тогда наташа как-то такой был был и дешевый она так относительно было вот мы тогда купили очень много заморозили она у нас хранилась до марта месяца последний мы съели по-моему на 8 марта да и кстати обратите внимание что в ленте вот в этот период ноябрь как раз месяц обычно идут хорошие скидки на вот эту рыбу лосось форель и вот как раз это время мы обычно закупаем и получается то есть можно купить всю ее засолить и вот вам на новый год вот если в следующий раз она да в следующий раз если она купит опять так вот рыбу то мы уже целую засоли я обычно не даю маме целую засоливать потому что я люблю всем прошу не стейка пожарить вот все вот так вот на три дня на три дня она в этом соусе будет вот так вот рассоле растут даже но для тебя надо пробовать потому что обычно нас пробует это здесь вот потому что у него как-то можно даже кусочек отрезать и да попробовать да то есть а кстати этот рецепт научила меня соседка соседку научили работе который я субчинском зале астана вот это мы теперь будем жарить как всегда сейчас разогреется вот и будем я буду обжаривать и доводить до ума духов духовку отключена астана минут на 10-15 вот это я все оставляю здесь мука с солью да да обязательно чтобы равномерно соль распределилась по жареному продукту я всегда в муку добавляю соль и перемешиваю вот и получается не так получается там одна сторона соленая другая не соленая вот поэтому это я оставляю потому что у меня взять кожу не ест у нас вон товарик лежит нас удовольствием поэтому нас безотходное производство товарищ это собак до нас вот так вот мама слегка обжариваю с двух сторон и сейчас будем отправлять в духовку на 180 градусов на 15 минут чтобы она внутри вся в ответе немножечко она тут не готова да вот она не до жареной в духовке она как раз дойдет и вот такая вкусная рыбка получается я себе взяла самый большой кусок я буду есть ее на это просто так очень-очень вкусно очень ароматно так что всем кто кушает приятного аппетита и до новых встреч пока пока